Слава Украине! Героям слава! Приветствую от Полонского! Давайте я вам расскажу о одной очень любопытной истории, которая произошла с российским или московским предводителем Путиным перед нападением на Украину. И вы поймете, почему оно вообще состоялось. Смотрите. И кстати, почему сидят полсотни генералов ФСБ и вооруженных сил России. Так вот, перед нападением на Украину, неоднократно в течение года проводились некие опросы. Опросы проводились общественного мнения, понятно, об Украине. Проводились структурами, оплачиваемыми предателем Медведчуком и его бандой. И эти опросы приблизительно все плюс-минус показывали следующий момент. Значит, они говорили о следующем. Плюс-минус. 50% населения Украины готово с оружием в руках защищать свою родину от врага. Еще процентов 20-30 готовы содействовать. Не то что содействовать, а готовы выполнять роль по защите Украины, не будучи в вооруженных силах Украины. То есть, там, да, инфоволонтеры, просто волонтеры. Тот будет в гараже где-то работать, ремонтировать автомобили для ЗСУ, тот еще где-то. То есть, каждый на своем гражданском месте, не связанный с стрельбой из пулемета. Понятно, да? Остальные были, то ли предпочли бы удрать. И был 1%, или 1,5%, я сейчас вам точно не скажу, которые завопили бы Раисе Прыди. Вот. Что докладывали в результате Путину, более-менее? Значит, докладывали следующую вещь, что Украину могут защитить в лучшем случае 50% людей. А еще 50% людей примут с благодарностью российскую власть. Худо-бедно. Вот так ему докладывали. То есть, они немножечко подрихтовывали свои изыскания научные, псевдонаучные, под, опять-таки, хотелки самого фюрера. Почему? Потому что, понимаете, если бы фюрер хотел слышать реальное положение дел, они бы ему, видимо, докладывали бы то, что есть на самом деле. То есть, то, что 50% пойдут в СССР, еще процентов 20-30 пойдут волонтерить, процентов, не знаю, там оставшихся 10-15-17 дадут деру за границу, а 1% с российскими флагами будет встречать Путина. Это факт. Это так и случается в результате. Ему же, из-за того, что он маниакально хотел вот эту вот осуществить 800-летнюю мечту ордынцев, это не ордынцы, опять-таки, опять-таки, понимаете, вот мы их называем ордынцами, орками и кем угодно, да. Орки уже заявили, что не смешивайте пьяное со смаженным, потому что это разные вещи. Я имею в виду артисты, которые снимались орками в фильме, да, уже заявили, пожалуйста, не называйте их орками, потому что орки никогда в жизни не убивали гражданских. А ордынцы, вот я знаю, братья казахи, узбеки и так далее, они очень сильно недовольны, когда я называю вот этот вот сброд российской ордой, потому что действительно и тут узбеки с казахами совершенно правы, и с таджиками, что вот этот сброд 800 лет назад лизал пятки ордынским ханам, пытаясь получить ярлык на княжение. И они были, наверное, самым вот этот улус Джучи, который сегодня в Москве, а потом в 1721 году переименовали ни с того ни с сего ворованное имя Россия, вот этот улус Джучи, он был самым униженным, самым оскорбленным, самым чмошным среди всех улусов орды. И он никогда в жизни не имел права голоса. Это были чмошники, чмони, знаете, такие были. Грязные, вонючие, без чувства собственного достоинства, без ничего. И так оно было где-то до 16 века, поверьте мне. Вот эта вся Куликовская битва, это все, господи, прости, это все ложь от начала до конца. Но Куликовской битвы вообще не было никогда в жизни, это все, как и Дмитрий Донской. Я о нем, кстати, записывал видео, об этом персонаже выдуманном. Это, знаете, пропагандирует Дмитрия Донского, это все равно, как делает настоящего героя из Микки Мауса. Абсолютно то же самое. Это Микки Маус, Микки Маус, больше ничего там не было. Но неважно, бог с ним, значит. Смотрите, вот этот вот улус Джучи, который потом переименован в Москве, потом переименован в так называемую Россию, он никогда не имел веса в Орде и никогда не имел... Он никогда не был, знаете, органичным куском Орды. Вот сейчас я вам сравню этот улус Джучи. Он, знаете, как что? Вот он, как наши предатели в Крыму, вот они предали Украину и перешли на сторону России, да? После оккупации. Скажите, вот сама Россия им верит, этим предателям? Они же предали один раз. Но они придут еще раз, они опять перескочат. Но другое дело, что Украина не возьмет. Но в принципе, приди сейчас Украина назад, вот эти все, кто там был, да? Белозерский, по-моему, неважно. Я забыл его фамилию, этого изменника, предателя. Они все побегут назад до теплых мест, подумают, что им дадут в Украине то же самое, что у них было там на России, да? Не, не даст никто. Но в принципе они изменят два раза, три раза. Вот точно такой же статус имел улус Джучи в Орде. То есть, ну, мусор. Так вот, Путин, будучи предводителем улуса Джучи, он, собственно говоря, хотел... Знаете, вот эта вот оскорбленная участь маленького человека, учтите, что он еще карлик, у него рост, по-моему, метр шестьдесят, что-то типа этого. А у Медведева, по-моему, метр пятьдесят восемь. Вот, ну, это не к делу. Но в принципе, да, маленькие люди, они чувствуют вот этот вот... вот это давление постоянное, что он очень маленького роста и чмошный, и выглядит как чмо, и вообще чмо. И они... Вы знаете, они пытаются это чем-то компенсировать. Ну, Путин компенсирует злостью, вот ненавистью к украинцам и так далее. Но дело опять не в этом. Дело в том, что вот ФСБ и ГРУ, докладывая Путину о состоянии дел в Украине, они не... Скажем так, вот это выдумывание фактов о том, какое количество людей поддерживает Путина и ждет приходя так называемой Раиси, они это делали по желанию самого Путина. То есть они ему говорили то, что он хочет слышать сам. Они тут в данной ситуации не столько... Ну, они виноваты, конечно. Но они, понимаете, у них в голове очень четко засела вот эта ситуация с разведчиками, которые работали на Сталина. Помните, в году 1937, 1938, 1939, 1940 большое количество разведчиков советских, которые работали в различных европейских странах на тот момент, они докладывали Сталину о том, что Германия неминуемо нападет на Советский Союз. Неминуемо. И, в принципе, они ей дату докладывали и все. Что он с ними сделал? Он всех расстрелял. Вот и все. И вот эти ФСБшники сегодняшние, они смотрели на судьбу ФСБшников 1937 года и думали, да ну его нафиг. Что он там хочет? Слышать, что в Украине все его ждут? Да нет вопроса, мы ему это доложим. Они доложили. Вот, собственно, и все. И отсюда потом получилось, в принципе, а Путин, он шизоид, он маньяк. И он радостно воспринимает, точнее, воспринимал вот эти вот все известия о том, что Украина ждет его как освободителя и так далее. Вот, собственно говоря, воспользовавшись докладами ФСБ, которые говорили то, что он хочет слышать, он и напал на Украину. Собственно говоря, все. Он думал, что вооруженные силы Украины перейдут вообще на его сторону, там будут сопротивляться, будут какие-то разрозненные отряды националистов и вообще неизвестно, бендеровцев каких-то. Может, даже сам Степан Бендера возьмет пулемет. Ну, так он думал себе. Ну, а потом все оказалось абсолютно не так. И он стал перед фактом, что его поддерживает менее 1% населения в Украине. Вот, собственно, и все. Вот откуда коллапс и откуда катастрофа. И, собственно говоря, в результате он не захватит Украину. Он отдаст все, что он сейчас захватил, включая Крым. И это все приведет к результате к развалу России как таковой. Вот, собственно, и все. А дальше будем посмотреть. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!